МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Викторовна, здравствуйте! Объясните нам, пожалуйста, зачем ради щитовидной железы создавать отдельный такой день, 25 мая? Доброе утро! Щитовидная железа – это один из самых важных органов внутренней секреции, то есть эндокринной системы. И распространенность патологии щитовидной железы огромна на самом деле. Вот вы говорили, что треть населения планеты имеет такую патологию. Конечно же, это не значит, что треть населения планеты имеет клинически значимую, серьезную патологию щитовидной железы. Но вот, например, если говорить о городе Минске, то в прошлом году зарегистрировано более 66 тысяч случаев патологии щитовидной железы у взрослого населения столицы. Это довольно много. И это первая проблема, то, что распространенность очень высока. Но второй момент – это влияние на состояние здоровья. Дело в том, что гормоны щитовидной железы, которые вырабатываются, собственно говоря, этим органом, они оказывают влияние практически на все органы системы организма. Почему? Потому что они регулируют практически все виды обмена веществ. И поэтому, если есть поломка в щитовидной железе, которая сопровождается нарушением ее функции, то практически любая система организма почувствует это. В первой жизни, честно говоря, увидел, как выглядит щитовидная железа. Так вот, ее длинник, который расположен немножко по косой, он в районе 4 сантиметров. А вот поперечный и продольный размер – где-то 2 сантиметра. Вот это нормальная размера щитовидной железы. Кстати говоря, это самый большой орган внутренней секреции. Все остальные железы эндокринные намного меньше. Их действительно увидеть невозможно. А щитовидная железа все-таки может… Ее можно увидеть на шее в двух случаях. Или, если она увеличена при большом размере, грамотный эндокринолог… Я, например, иногда вижу прямо от дверей ко мне пациент заходит, я уже вижу ее щитовидную железу. У мужчин, когда большой кадык, наверное, да? Нет. Кадык совершенно не имеет никакого отношения к щитовидной железе. И размеры его никак не отражаются на том, увидим мы щитовидную железу. А у нас очень многие мужчины уверены, что если большой кадык, это проблема с щитовидкой, я вам скажу. Нет, это тоже один из мифов, которых в области щитовидной железы, к сожалению, довольно много. И, в общем-то, щитовидная железа, как я уже сказала, видна, если она значительно увеличена раз. И второй момент, конечно, если перед нами молодая девушка, вот как Саша, с тоненькой длинной шеей, то ее щитовидную железу даже в случае нормальных размеров иногда можно увидеть. Особенно это, кстати говоря, при глотании. Если мы будем следить не за кадыком, который у женщины практически не виден, а вот именно смотреть в область ереванной впадины, то когда человек глотает, мы можем увидеть, как перешейк поднялся вверх и опустился вниз. Вот Наталья Викторовна смотрит не в глаза человеку, а на щитовидную железу. Можно ли сказать, что помолодели пациенты, которые обращаются с проблемами, связанными со щитовидной железой? Вы знаете, это тоже все-таки миф. Что касается диабета, он действительно помолодел. Что касается патологии щитовидной железы, то патология щитовидной железы не помолодела. Просто на сегодняшний день мы можем констатировать, что у нас очень значительно улучшились возможности диагностики. И сейчас не составляет труда самостоятельно обратиться в какой-нибудь центр, чаще всего платный, сделать себе УЗИ щитовидной железы. Но на самом деле у нас, как правило, все-таки, в силу того, что Беларусь имела Чернобыль, наше население очень осторожено в отношении щитовидной железы. И в нашем случае, конечно, очень часто мы сталкиваемся с тем случаем, когда пациент уже сходил на УЗИ и вот приходит уже с фактом того, что у него на УЗИ что-то нашли. А правда ли, что набор лишнего веса зависит от недостатка гормонов, именно тех, которых не хватает, наверное, либо которые вырабатывает щитовидная железа? Да, это одна из причин эндокринного ожирения. На самом деле в большинстве случаев, когда у человека есть лишний вес, это его собственная заслуга, как я это люблю говорить. То есть это в любом случае превышение поступления над расходом. Но есть некоторые случаи, когда мы можем говорить о том, что в этом виноваты гормоны. И один из этих гормонов – это гормон щитовидной железы. При дефиците гормонов щитовидной железы действительно происходит некоторый набор веса. Но надо понимать, что эндокринные формы ожирения, они никогда не бывают выраженными. То есть просто так, когда человек, девушка, сваливает всё на гормоны, Нет, на свой обмен веществ, на эндокринную систему. Это всё, к сожалению, мифы. Почему к сожалению? Потому что я глубоко убеждена, что пока человек не признает собственную вину, он не сможет это победить. Понимаете? Пока находятся отговорки. А вот мне когда-то 150 лет тому назад кололи какой-то гормон, из-за этого я набрала вес, и теперь не могу похудеть. Вот это вот типичные наши, скажем так, рассказы пациента. Но это далеко от истины. Вы сказали про йод. Вот то, что сейчас йод добавляют везде. В соль, в яйца. Эффект от этого есть? Эффект от этого есть. Более того, он неоценимый, на самом деле. На сегодняшний день уже распространённость тех заболеваний, в первую очередь, щитовидной железы, которая связана с дефицитом йода, уже у нас практически минимальна. И мы можем говорить о том, что проблема йодного дефицита действительно благодаря массовой йодной профилактике почти решена. По крайней мере, вот в столице могу говорить о том, что распространённость заболеваний, связанных с дефицитом йода, щитовидной железы... Ну а те, у кого родители, бабушки, дедушки не болели заболеваниями щитовидной железы, они могут себя чувствовать в безопасности относительно? Относительно да. Но в любом случае любые злоупотребления, они всё равно не на пользу. И в области щитовидной железы злоупотребление, как, например, некоторые люди очень старательно употребляют очень много йода. Очень много – это тоже плохо. Всё хорошо в меру. Умеренное увеличение содержания йода в пищевых продуктах и в употребляемой пище, конечно, это полезно. Но избыток – это не на пользу точно. Особенно в старшей возрастной категории, когда йод в избыточном количестве, наоборот, может усугубить проблему. Это раз. Во-вторых, избыточное различного рода излучение. Тепловое, то есть перегревы, активные походы в баню, например. Загар на море. Загар. Ну, то есть любого рода облучение, которое имеет чрезмерный характер. Естественно, это в любом случае не только для щитовидной железы плохо, это в принципе плохо для здоровья. Наталья Викторовна, вы как суперспециалист, расскажите дома, вы какими способами поддерживаете здоровье своих близких с точки зрения именно щитовидки? Пьют ли ваши близкие йод отдельно в каких-то этих? Или рыбий жир? Научите, мы за вами будем повторять. Что касается рыбьего жира, то это вообще что такое? Это не имеет отношения к йоду, как мы понимаем, но это то, где много витамина D и других антиоксидантов. Значит, на сегодняшний день вообще витамин D, вот его роль для здоровья, для регуляции массы факторов, вот она все возрастает и возрастает. В первую очередь, это иммунная... Ну, то, что мы все знаем, это здоровье костей, фосфорно-кальциевый обмен, но это все уже давно известные вещи. А из того, что новое, это профилактика различного рода иммунных нарушений. То есть рыбьему жиру не просто зеленый свет, а трижды зеленый свет. Трижды зеленый свет, да. Все более и более полезно. Все более и более полезно. Что еще? Ну, во-первых, каждый день... Давайте вот все соберем борц таблеток, которые вы говорите, вот прям даете добро, и я прям сегодня пойду в аптеку и все это куплю. Ну, насчет еще витамина D, нужно понимать, что есть такое понятие, как сезонность его употребления, потому что витамин D в том числе мы получаем как? Через кожу. Солнце. Если мы достаточно бываем на солнце. Надо сказать, что достаточное пребывание на солнце может обеспечить нормальный уровень витамина D в наших широтах, вот, наверное, только с мая по сентябрь, понимаете? Поэтому в этот период, наверное, можно не принимать витамин D. Но в зимний период, вот мы у себя в учреждении имеем возможность исследовать уровень витамина D, и мы увидим, что практически у каждого человека есть дефицит. И, как и любые витамины, если их постоянно принимать в больших количествах, то организм будет настраиваться на повышенные их выведения. И поэтому, если вы три месяца попринимали, потом прекратили принимать, ферментные системы вашего организма настроены так же его и выводить. То есть с витамином D, с витамином E, как и в казино, главное белорусу вовремя остановиться, правильно? Нет, я бы не такой сделала вывод, а здесь, наверное, будет предпочтительным такой хаотический прием. То есть сегодня выпил, завтра забыл. И на самом деле очень правильно, когда... Слушайте, я так таблетки пью всю жизнь, если честно. Если есть... Понимаете, нужно четко дифференцировать, когда мы назначаем лечение, и когда это мера профилактических вахар. Когда сам себе назначаешь, да. Ну, сам себе это вообще такой спорный вопрос. Ну, вот вы сейчас мне назначили, я пойду пить рыбий жир, и тоже вот сегодня выпил, завтра забыл. Ну, это мера профилактическая в вашем случае. Конечно же, вы ее можете применять. Главное, не передозировать в адекватной дозе. И естественно, что если вы будете пропускать прием, то ничего не случится. Иногда во время УЗИ можно услышать такую фразу, что у вас узелки на щитовидке. Расскажите, что это за симптом, и чем это может обернуться? Вот это то, с чем сейчас чаще всего обращаются люди на прием к эндокринологу, потому что это та патология, которая наиболее часто встречается в щитовидной железе, и как раз ее частота выявления зависит от распространенности выполнения УЗИ щитовидной железы. И поскольку это стало уже массовым обследованием, то к нам очень часто приходят люди, а еще часто они делают УЗИ, и им еще УЗИст говорит, вам надо срочно к эндокринологу, потому что там может быть всякое. Так вот, я хочу сказать для широкой аудитории, что УЗИ в щитовидной железе, во-первых, это собирательное понятие. Это не значит, что конкретно УЗИ бывают только одного вида. Это может быть РАК щитовидной железе в УЗИ, это может быть просто КИСТА, то есть, скажем так, жидкостное образование, которое не несет в себе ничего опасного. И поэтому УЗИЛ УЗЛУ рознь. Это первое. Второй момент – это то, что плохое влияние на здоровье оказывают УЗИ, наверное, не более чем до 10% всех случаев УЗЛУ в щитовидной железе. Во-первых, от 2 до 5% случаев, конечно, это может быть РАК щитовидной железы. И вот, собственно говоря, с этим и связаны все страхи наших пациентов, что нет ли там онкологии. А на самом деле частота этой онкологии достаточно невелика. Если злокачественная природа УЗЛУ исключается, то осталось еще только два риска, о которых тоже стоит помнить. Это нарушение функции щитовидной железы, которая может быть связана с этим узлом. Для этого определяется уровень териотропного гормона, и по его уровню делается вывод, есть такого рода нарушение или нет. И последнее – необходимо оценить, растет ли УЗИЛ в динамике. Если эти три вопроса решены, исключена онкология, исключено нарушение функции щитовидной железы, связанной с узлом, и узел этот не растет, то, в принципе, по-хорошему о нем можно вообще забыть. Ну, то есть проблема с этими узелками немножко раздута. Раздута. Раздута не немножко, а очень даже сильно. И особенно это касается микроузлов щитовидной железы, когда это узловое образование размерами пару миллиметров, когда это вообще вариант нормы, а вот для пациента это большая трагедия. Но у нас же все специалисты. Сегодня к нам специалистам, к зрителям специалистам пришел настоящий специалист, главный врач городского эндокринологического диспансера, кандидат медицинских наук Наталья Викторовна Карлович. Наталья Викторовна, спасибо вам огромное. Хорошего дня. Спасибо. А мы прервемся ненадолго. Впереди новости 24 часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова